Так, я разговариваю с Йосифом Бен Хана по папе Леви на тему институции. Есть такое понятие, институция в международном праве, незаконно отнятая собственность. Дело в том, что в международном праве, согласно израильскому, выдающемуся израильскому юристу и дипломату Шабтаю Розенет, ты слышу за такое? Возможно. В 17 веке ведущие фигуры в области международного права часто обращались к еврейским источникам, таким как кодексы законов, кодсов жуэш лігал текст, сам волнован экземплс инклюют Демишна Тора, Баймаймонедес, и Шухан Арух, ты знаешь, что это такое? Значит, Маймонед, Маймонедес, Моисей Искуси, Мозис оф Каунси, Иби Эзра, Ибн Эзра, Леон из Мадены, Леон оф Мадена, и Менаси бен Исраэль, среди юристов, ссылающихся на эти источники, были Гроций, Гротиус, Селдон, Айава, Гентили, Зауч, Самуэл Рахель, Пуффендорф. Эти юристы интриговали знания из еврейских юридических и этических текстов свою работу по международному праву в 17 веке. То есть основа, куда ни копни, везде евреи. Теперь вот ты, как еврей, который учился в Яшиве, скажи свое мнение на тему реституции. Вот Украина. Вы знаете, как начинается гомора? Два человека держатся за талит. Талит это такая штука, где эти, то что висят кисточки, надеваешь на себя и кисточки висят. Так, два человека держатся за талит. Так начинается. Вот Севишний думал-думал, или раввины думали-думали, а как ее начать? С чего? Про деревья, про пленных, про женщин, про мужчин, про кого его начать? Начали так. Два человека держатся за талит. Один говорит, это мое, второй говорит, это мое. И теперь постанови закон. Постанови закон. Если у него больше он схватил, значит ему больше принадлежит. Если у него меньше, значит это меньше принадлежит. И вот так вот начинается гоморад. Не знаю, почему они так начали. Вот. И если мы говорим теперь про систему, как ты сказал, Энчество как? Реституция? Не, не, тебе за кодоменчество. Ну, забрать. Конфискация. За кодоленчество, как ты сказал? Что ты имеешь в виду, я не понял. Ну что? Один у другого забирает. Конфискация. Ну, конфискация тогда забирает. Регудаленчество мне сейчас, только сейчас, это слово говорил, повторял. Ну, незаконная конфискация, это что? Да, поэтому все страны, все страны, они и люди, вот в детском саду, ребенок играет с игрушкой, второй приходит, говорит, это мое. А он мне, дай сюда, назад. И вот они держат. И кто ее заберет, тот, кто сильнее. А потом этот будет плакать. И придет к нему, или к воспитательнице. А кто такая воспитательница? Это свыше, свыше авторитет. Да, это закон. Вот и у нас так, что люди постоянно что-то... Ты меня не записываешь? Записываю. Я записываю, записываю. С друг другом делят что-нибудь. А то, что они с друг другом делят, никому не важно, только им. И все решает только лишь люди свыше, правительство решает, воспитательница. Дай ему игрушку, перестань плакать, сейчас вам пять минут поиграется, потом ты, а потом играйтесь вместе. Я вам еще одну принесу, чтобы у тебя было у тебя. Но сейчас, вот то, что я думаю, что это страны, которые с друг другом воюют, это не... Это только лишь твое, мое. А воспитательница, это которые делают эти войны, они совсем наверху, совсем другие ребята, с совсем другими, не миллиардами, а немеренными деньгами. Ты видишь мировой заговор? Нет. Это факт. А откуда деньги? Дело все в деньгах. Вот она понесла другую игрушку, все, значит, в садике есть. Если в садике нету, даже первый, значит, никто не будет ругаться. Это обычный человеческий инстинкт, что... Что... Да, это мое, это мое. Они не понимают, что они еще маленькие дети. А когда он будет взрослым, он скажет, брат, иди сюда, я тебе дам, вот, что тебе надо. Вот. И даст ему. А это дети. Перед теми, которые контролируют мир, это просто дети, которых подставили. И они все вот... Ну, люди, которые там в Киеве, или в Украине, или в Москве, или где-нибудь еще в мире, они хотят выживать, так они что делают, они? Они где можно, может, можно ухавать, ухапать. И вот так получается, что они разбираются между друг другом, а остальные контролируют, пускай это туда, пускай там разбираются, а это сюда, в другую сторону. А то мы их стравим вместе, стравим, и они будут еще между собой. Вот такая вот некрасивая голова. Но начинается так. Завершай. Начинается так. Два человека держатся за одежду. Один говорит мое, а второй говорит мое. Все. Все, тирея вам доказано. Спасибо.